Здравствуйте, любители L2R! Сегодня мы с вами посмотрим осаду самка Глудио. Давайте мы сейчас ее откроем. Так, это не то. Так, у нас, значит, на Глудио сейчас сидит клан Синдикат, и у нас здесь зашли клан Эквилибриум, Бэт Энджелс и клан Авернум. Ну, по моим данным, Авернум это чистый твин, подставки. Ну, вот видим, тоже здесь у них все в оффлайне. Вот, а клан Эквилибриум у нас, значит, немножко залит Касси, его тут видим. Хэгрим, Дима, Скорзов тут еще человек. Давайте клан Бэт Энджелс посмотрим. Так, тут у нас есть Шуст, Марко Поло, Феникс Боу, Мишелла, это у нас все Имперцы. Вот Майдадыр, опять же, Мироя, Янотик, то есть это все у нас клан Империя. Так, посмотрим клан Синдикат. Так, у них вот, мы видим, здесь есть из Айрон Вульф люди, немножко здесь легенд. Так, а также у них по поводу, по-моему, есть Альянс. Давайте посмотрим. Да, у них есть Альянс с легендами, скорее всего, будут наемники. У клана Эквилибриум и Бэт Энджелс, понятное дело, наемников не будет, так как у них Альянс друг с другом, поэтому здесь у нас будет чистый осад 2 в 1. Ну, давайте смотреть. Так, до начала осады остается у нас менее минуты. Скорее всего, здесь будет тактика у клана Синдикат, наверное, скорее всего, стать либо в воротах, они все встанут и будут обороняться. Либо же они попробуют кого-то вынести. Посмотрим, где у нас стоят кланы. Так, Эквилибриум у нас по центру. Так, справа никого. Так, и слева у нас клан Бэт Энджелс. Так, начало осад 20 секунд. Давайте переключимся, наверное, на центр перед воротами. Посмотрим, какой будет мув у клана Синдикат. Так, ну здесь пока у нас все стандартно. Часть людей сразу под банками, на скорость и замедло побежало. Нет, замедло нет, только скорость. Так, они встают перед воротами, значит, у нас будет, соответственно, деф. Так, ну здесь понятно, здесь у нас идет слом в воротах. Так, мы смотрим, что-то сразу бы у нас будет. Так, значит, у нас клан Глибриум сразу идет по центру. Вышки пока никто не ломает. По ходу регрупп. Так, подходит у нас клан Бэт Энджелс. Они заходят сразу в левую вышку. Так, синяя команда, это у нас Эволюшн. Они сразу же видно, что они полетели киллы. То есть, пока они стоят глухо в обороне перед воротами. Ну вот, мы видим, соответственно, есть наемники у клана Эволюшн. Вот тут есть ни о чем. Пусечка. Так, одна вышка упала. Вторая вышка пока еще держится. Соответственно, оба бафа, само собой, закастованы кланом Синдикат. Все, вторая вышка у нас также падает. Сейчас будут два клана пытаться их продавить внутрь. Ну вот уже видно, что киллы уже выравниваются. То есть, у синей команды тоже игроки начали очень быстро падать. И пока, пока, пока это все дерутся они на входе. То есть, предбальник еще два клана не заходят. Вот опять видно, что по карте красные точки подтягиваются. Подтягивается у нас Bad Angels. То есть, клан Эквилибриум идет по центру и пытаются занять предбанник. Собственно говоря, у них это с переменным успехом получается. Вот они уже, в принципе, ворота отбили. Они уже потихонечку протягиваются сюда. И, скорее всего, наверное, сейчас будут занимать полностью. Два клана будут занимать предбанник. Но, как бы, синяя команда, у них основная задача, это как можно дольше, соответственно, 30 минут попытаться продержаться. Но мы видим, что уже по карте, что, как бы, красных точек все больше и больше, в предбаннике вот уже потихонечку какие-то цели одиночные начинают сворачивать налево. Ну, здесь стоит, настреливает дамаг, мы видим. Тут бегает огла Nexo. Ни о чем здесь же опять. То есть, пока это, в принципе, наверное, прощупывают. То есть, где можно пробежать. Давайте посмотрим с другой стороны. Ну, с другой стороны, здесь тоже стоят несколько человек. Так, как говорим, что-то стоит потихонечку настреливать. Нет, походу, наверное, он вылетел. А нет, вроде живой. Ну, опять же, видим то, что у нас основной бой происходит предбанники. И, в принципе, в принципе, пока у нас идет бой за следующие две вышки. И клан-синдикат, он, в принципе, стал плотно в этих вышек. И это мы видим то, что они не могут пока красный, ну, как бы, будем считать, что это один клан красненький. Они пока не могут пробить. Они пока стоят занимает предбанник. Почему один? Потому что они в альянсе. Так, все-таки одна вышка у нас упала. Давайте посмотрим вторую вышку. Так, идет параллельно. Мы видим река с бафов. Да, все-таки занимают красный, как бы, очень уверенно предбанник. И, в принципе, уже бой идет здесь основной. Вышка сейчас упадет. Скорее всего, нет, не упадет. Пока еще вышка довольно-таки целая. Не сняли даже половину. Вот, мы видим, полетели метеоры. Еще метеор. Да, плотненько-плотненько на вышку налегли. Все, вышка упала. Так, ну, мы видим то, что забегания, наверное, никакого слева-справа нет. Скорее всего, наверное, будет просто прямой в лоб идти у нас, как бы, раш. Ну, наверное, нужен только им нужно будет рекрупнуться. Ну, да, мы подходят здесь опять бетенджелс. Постоянно встают с респа. Бегут. Опять занимать предбанник, и битва идет. Но мы все-таки, вот смотрите, вот здесь пошла часть направо или вниз, как вам угодно. И попробуют, наверное, здесь тоже занять эту небольшую комнатку, чтобы, как бы, забрать один из бафов. Так. Ну, бой пока здесь, в принципе, идет. Давайте на всякий случай проверим алтари. Так, тут все в порядке. Никто не добегает. Здесь тоже все в порядке. Ну, да, то есть, получается, у нас синдикат ушел в глухую оборону. И, соответственно, у них задача просто как можно дольше продержаться. Давайте посмотрим, что здесь. Так, здесь у нас бежит енотик хилить. Так, ну, комнатку синдиката эту отбил. Посмотрим другой стороны. Так, а здесь у нас пусто. По этой стороне у нас никто не пытается. Нет, все-таки пытаются. Так, вот, заходит часть игроков клана Эквилибриум. Ну, тут их встречают сразу же. Тут Блутелус, Сиргулину, Соня, Лгаев. Да, похоже, их отсюда также из этого коридорчика маленького выбьют. Давайте посмотрим центр. Да, центр довольно-таки успешно продавливают. Мы уже видим то, что довольно-таки много набрали киллов. Красная команда. Но все равно разрыв как бы 100 киллов есть. Но это понятно, потому что все-таки обороняться-то по двумя бафами всегда проще, чем атаковать. Но уже потихонечку-потихонечку красные как бы подбираются к респу. Так, ну, лестницу пока они не могут занять. И слева-справа, я так подозреваю, просто они как бы пытаются оттянуть часть игроков из синдиката, чтобы просто как бы, ну, не было в одной точке очень много игроков. Опять же-таки у нас смотрим как бы слева или сверху. Здесь также у нас как бы идут, ну, небольшие как бы кучки бегают. Ну, здесь стоит очень много игроков. Ну, как много? Здесь, в принципе, стоят топ-бмные игроки из клана Легенд, которые наемники. И они тут довольно-таки успешно справляются с небольшими забеганиями игроков кланов Equilibrium Bad Angels. Вот по карте даже видно то, что опять подходит много красных точек. И опять у нас основной бой начинается идти в предбаннике. Тем не менее, сначала осаду прошло уже семь минут практически. И пока у нас клан-синдикат отбивается. Так, баф опять клан-синдикат перекастовал. И основная битва опять у нас идет по центру. Опять пошел у нас move вниз. Но здесь плотненько стоит небольшая группа игроков клана Синдикат. Они не дают пробежать никаким единичным целям. А вот сверху у нас все-таки видим то, что это получается у игроков клан-эквилибриум. То есть люди доходят, но тут их тоже встречают довольно-таки плотно. И пока у них также не получается как бы эти вышки не то что там сломать, даже до них добежать. В центре у нас идет основной бой. Пытаются-пытаются продавить. Ну, понятное дело то, что как бы все стоят за красные. Постоянно игроки обоих, как бы, команд, ну, синих и красных, постоянно падают. Встают за красные. Сразу же возвращаются. Но здесь опять же у нас идет расстояние, как бы, ну, добежать атакующим получается дольше, конечно же, чем синие встают, как бы, на респе. И тут буквально вот пробежать, там, 3 метра. И опять же таки встретить. Все накрываем. Ну, увидим, что все накрывается зонами. То есть пробить такой глухой оборон довольно-таки тяжело. То есть, конечно, нужно забирать 1 баф. Посмотрим, будет ли сейчас какой-то организованный, может быть, move налево либо направо. Ну, пока у нас, как бы, бой все-таки опять идет в предбаннике. Киндос 30 убийств подряд, Анлимит 15 убийств подряд, дамаг 5 убийств подряд. Да, перевес, как бы, по киллам довольно-таки существенный уже у синей команды, уже в два раза. Понятное дело, что здесь нам у красных вводится какой-то один из кланов. То есть, общий, наверное, это мы сможем, наверное, только уже после окончания всады, наверное, сможем посмотреть общую статистику. Но пока мы видим то, что синяя команда против какого-то одного из красных уверенно лидирует по киллам. И довольно-таки тоже синяя команда уверенно держит. Так, пока мы тут разговариваем, оказывается, у нас здесь идет довольно-таки серьезный move вниз. Оно уже право. И да, здесь у нас уже несколько игроков клана Bad Angels. Довольно-таки успешно ломают вышки. Одну уже сломали. И сейчас, как бы, похоже, заберут вторую вышку. И вторая вышка у нас падает. Да, значит, Dracast остается у нас 5 секунд. И смогут ли они пробиться к этому бафу? Ну, скорее всего, наверное, не смогут, потому что подбежали, подбежали несколько синих человек из клана Синдикат и потесняют отсюда. В это время, конечно, уже идет рекаст. И у нас здесь стоит Алишана кастует. Все, закастовала. Соответственно, тот баф тоже закастован. Но мы видим, что красный уже здесь подтянулось еще. То есть, скорее всего, будут продавливать. А по центру, по центру у нас также идет битва основная. Ну, здесь опять все в зонах. Зоны ПКД. Зоны ставят все организовано. Но, как бы, все-таки, смотрите, по карте очень много красных точек уже занимает тут небольшую комнатку. И все-таки, да, они, ну, как бы, довольно-таки успешно здесь продвигаются. Вот даже, смотрите, по карте видим, как переброс идет нескольких игроков. То есть, синие точки переходят сюда. И пошла битва здесь за алтарь. Ну, до каста еще больше двух минут. Поэтому, скорее всего, просто его занять, попытаться сломать ворота и, соответственно, открыть, как бы, проход в тронку уже. Потому что уже прошло больше десяти минут сначала осады. И нужно уже как-то уже начинать уже ближе к тронке устраивать бои, а не в предбаннике. Так, ну, тут комнатка. Смотрю, пока идет здесь бой. Давайте посмотрим, что у нас сверху. Так, здесь пусто. Ну и по центру, да. Потому что клан Синдикат прекрасно понимает, если они перебросят еще больше игроков на нижний правый фланг, то они потеряют тогда преимущество в центре. Ну, вот по карте уже видно, то что синие точки они все-таки смогли выбить отсюда из этой маленькой комнатки кланы Бетенджелс Эквилибриум. И сейчас они, выжившие игроки, также присоединяются к битве в центре. В центре здесь все плотно. И пошел, как мы видим, мув налево вверх. Но к кланам, конечно, красным нужно попытаться как-то рассчитать тайминги. Нужно занимать какой-то один алтарь, закастовать баф и, конечно, будет уже проще, потому что против обороняющего клана с двумя бафами, ну, понятное дело, что здесь как бы все-таки не 3 в 1, а в 2 в 1, потому что тот клан даже не как бы там некому заходить. То есть тут не 150 человек, а 100 человек давит. Ну, вот сейчас есть шанс, потому что до каста остается 40 секунд, есть шанс сейчас как бы продавить ворота, потому что одну вышку уже сломали, вторая вышка сейчас упадет также. И надо прям очень плотно здесь заходить. Ну, мы видим, что, да, игроков здесь много, ну, порядка, наверное, так, визуально человек 20. И они сейчас могут продавить сейчас, попробовать. Как раз у них есть еще 20 секунд. Ну, видим, что прям зоны сюда прям, как бы, в этот проход. Ну, клан Сидикат все правильно делает. Да, они регруппнулись, накрылись зонами, и здесь уже, конечно, да, трудно продавить. И, скорее всего, да, тут, скорее всего, уже стоит уже человек, да, готовый, да, в лотелус стоит, ждет, чтобы закастовать. И ему это, скорее всего, удастся. Давайте посмотрим на всякий случай, что у нас происходит внизу. Тут все как бы пусто. Смотрим опять центр. Ну, тут пока все стандартно. Бой в центре, не дают они расслабиться клану Сидикат, потому что, как я уже говорил ранее, если клан Сидикат Сидикат отсюда перебросит часть игроков на какой-либо фланг, то преимущество центра они потеряют. Все, оба бафа опять закастованы. И давайте смотреть дальше, что у нас происходит на верхнем фланге. А на верхнем фланге у нас идет битва в этой маленькой комнатке. И битва-таки довольно-таки серьезная. Мы видим здесь гном-хилы ставят тотемы, и они эту комнатку сейчас, скорее всего, зачистят. Ну, не гном-хилы, а игроки кланов Бэтэнджелс и Эквилибриум. Сначала осаду уже прошло 15 минут, и пока у нас идет бой за эту комнатку, и, скорее всего, по центру. Да, и по центру. По синим точкам видно то, что клан-синдикат игроков все-таки сюда подтягивает. Не дают они здесь закрепиться кланом Эквилибриум и Бэтэнджелс. Ну, и эти кланы также игроков всегда подводят. Вот пошла, как бы, ручеек пошел красных точек. Пошел, пошел, пошел. И эту комнатку, они, в принципе, пока тут за нее дерутся. Бой идет прям серьезный. Дарикасты еще полторы минуты, ну, чуть меньше. И, конечно, эту комнату нужно отвоевывать. Просто времени остается все меньше и меньше. И если клан-синдикат и дальше будет успешно удерживать два бафа, то у них, в принципе, есть шансы отстоять. Глудио. Так, давайте на всякий случай глянем вниз, чтобы что-то не пропустить. Так, внизу все тихо. В центре, скорее всего, идет бой до сих пор. Да, опять бой сместился в предбанник. Так, и смотрим, обратно возвращаемся наверх. О, здесь уже очень много игроков, кланов Бэтэнджелс и Эквилибриум живых. И Дарикаст остается 30 секунд, ну, чуть больше. Похоже, цель все-таки занять эту комнату. И вот, да, мы видим ручеек по карте красных точек. Постоянно сюда подходит, подходит, подходит. Клан-синдикат даже и не пытается вынести, попробовать какую-либо из кланов. Дарикаста 10 секунд остается. И, скорее всего, сейчас этот баф будет кто-то кастовать из клана Бэтэнджелс или клан Эквилибриум. Здесь в основном мы смотрим игроки клана Бэтэнджелс у нас. Так, все, пошел рекаст. Так, а что у нас делает? Синенькие. А синенькие, в принципе, ну, Спорти пытается, видимо, сбить. Да, у него это получается. Снова пошел рекаст. Как мы видим, синий баф уже... Синие закастовали, нижний баф. Опять углан Экса подбежала, сбила. Ну, красным нужно, да, закрепиться. Но они, как мы видим, что они пробились, уже чуть дальше побежали. То есть, чтобы встречать уже подходящих синих игроков. Как бы, как можно дальше от бафа, чтобы не пробегали. Опять углан Экса, опять подбежала, опять медиором жмыхнула и сбила. Тут еще Лгаев на БД крутит. Ну, что ж, получится или не получится? Да, синенькие, они уже вышли из коридорчика. Их тут становится больше. То есть, уже этот баф забрать тяжелее становится. Да, красные начали как-то сдавать позиции на этом бафе. И уже пошел рекаст со стороны синих. Собью, да, сбили. А что же у нас в центре? Давайте быстренько глянем и обратно вернемся. Так, а по центру? А по центру, смотрите, уже подошли к респу красные. Оказывается, у нас основная эта битва здесь идет. Но как-то пока разрозненно. То есть, на респе никого пока не зажали. Вот стоят здесь игроки, как бы, с одной стороны от ворот. Понятное дело, что могут попробовать они заблокировать ворота. Ну, синдикат уже закастовал баф. Тот, который пытались закастовать красненькие. И сейчас, соответственно, скорее всего, все силы кланов Экилибр и Бетенджелс будут, как бы, пытаться заблокировать респ. Если у них это, конечно, получится. Ну, и как мы видим, по карте у нас идут точки. Пробегают уже в тронку. И сейчас, скорее всего, будут пытаться занять лестницу. Да, мы видим, добежал, ну, по карте, видим, человек 7. Вот еще подбегают. Конечно, нужно вышки сломать, чтобы они не мешались. Да, по карте, опять же-таки, видно то, что оттягивается обратный синдикат. Все, вот побежала огромная толпа. Они сейчас будут стараться не дать занять лестницу. 11,5 минут до конца осады у нас. И красные у нас, похоже, сейчас смогут, наверное, все-таки зажать респ. Хотя бы с одной стороны. Так, вот мы видим, что сверху у них это, скорее всего, наверное, получается. Вот тут же стоит довольно-таки плотная группа. Не дает выйти с респа синим. То есть, если получится сейчас в тронке как можно больше людей убить, то они, как бы, уже не смогут нормально добегать, потому что, скорее всего, может, они даже перестанут вставать за красные. Здесь все будет усеяно трупами. И тут есть такой бах, то, что, ну, может быть, это не бах, может быть, это фича. Ну, из этой страны тоже мы видим то, что они блокируют. Что если очень много трупов, и люди не встают, то по ним, по этим трупам пройти нельзя. И если весь проход завалить трупами, то, как бы, атакующая команда, Кейл, просто элементарно не протиснется. Ну, проход мы, как бы, видно то, что есть проходы слева-справа. И тут вот у нас бегают одиночные цели. Вот сейчас опять пошел рекаст на нижнем лотаре. И сейчас, соответственно, через ворота с респа игроки будут, как бы, синдикат пытаться отбить эту комнатку. Но здесь много игроков, атакующих кланов. Тут, конечно, нужно плотнее вставать, прям, прям, очень плотно, чтобы не сбивали, как вот на верхнем бафе, вот опять сбили. Ну, поставили бублик, видно. Вот Анлим здесь прибежал, наверное, лужи бросил. И умер геройски. Опять пошел каст. Я не понимаю, где эсэсы, то есть, почему они не закручивают подбегающих. Так, 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 все, забрали. Нижний баф, как бы, ну, забрали красные игроки, атакующие. И сейчас, скорее всего, отсюда будет мув либо по коридорчику, либо через ворота. Так. Оттянули от респа игроки. Да, нет, пошел мув на верхний. Теперь баф. Пока заняты игроки здесь, как бы, центральными, тут драка идет. Давайте переключимся быстренько наверх и посмотрим, что у нас здесь. Так, а здесь у нас, в принципе, да, довольно-таки большое количество атакующих занимает эту комнату. И уже пошел каст красных игроков, атакующих. Посмотрим, собьют или не собьют. Так, ну, примерно 40% все-таки, ну, не нанесли. Опять подбегает Спорти. Ну, тут его хорошо встретили на этот раз. Посмотрим, есть ли здесь алгул анекса. Вот мистер Денди забежал. Так, нет, закастовали. Атакующие забрали оба бафа. И теперь им, конечно, будет уже гораздо проще атаковать, так как у них есть преимущество. И сразу же сюда побежали. Так, ну, видим, наверное, какой-то регрупп. 8 минут у нас остается до конца осады. И сейчас, конечно, синие будут геройски биться за лестницу, ведущую непосредственно к алтарю. Их основная цель отбить отсюда всех атакующих игроков. Потянуть как можно дольше время. Если будет оставаться там полторы-две минуты, тогда, скорее всего, они просто завалят проход трупами. И там уже будет очень сложно протиснуться любому Каэлу из любой атакующей команды. Я не знаю, на кого, как бы, в случае победы атакующих пойдет замок. То есть, ну, Каэлам, как бы, любого клана из этих двух будет, как бы, тяжело. Опять у нас пошло зажимание респа с двух сторон. Но, как мы видим, то, что те, которые игроки живы, они, в принципе, стоят плотно в тронке. Они не пытаются как-то помочь тем, кто встает на респе. То есть, попытаться отсюда выбить их. Ну, выбить атакующих. И давайте смотреть тронку. По-моему, здесь уже самое интересное будет начинаться здесь. Так, очень начались сильные тормоза. Очень много игроков в одной точке. Так, эквилибриум. Видно, что вот здесь были, промелькнуло то, что они уже пытаются кастовать. Ну, тут как на крепе не работает. Побеждает не тот, кто сколько на кастует секунд. А побеждает непосредственно, что надо полностью закастовать баф. Ну, вы прекрасно сами себе это понимаете. И поэтому у нас сейчас снова будет, наверное, скорее всего, регрупп. И снова будет попытка закастовать. Так, ну, пока синие отбиваются. Созвучный синдикат синие. Видно, что, конечно, по киллам огромное преимущество у защищающейся, броняющейся команды. А что у нас делают атакующие? Атакующие продолжают держать часть игроков на респе. Мешают им выйти. Хотят, видим, что в спорте спокойно пробежал. Айпром сейчас за ним побежал следом. То есть они, в принципе, вереницы. Они по дуге пробегают. Ну, тут их, в принципе, встречают. Опять пошла река с нижнего бафа. Но тут им никто не мешает. Я думаю, спокойненько сейчас Бэт Энджелс сберет. И после чего, наверное, сразу переключимся наверх и посмотрим, что у нас наверху. Кто там занял комнатку у нас. Так, а тут пока у нас пусто. Не, ну вот по карте видно, что вереница побежала сюда. Вот Шуров здесь бегает. Тут их встречает Киндос, Дамаг. Ни о чем подбежали. Это все наемники из клана Легенды. Киндоса глушили. Вот, камнями закидали. В общем, в принципе, он... Хотя нет, все-таки отлетел. И довольно-таки много игроков пришло. Из синдиката. Как бы у них цель, конечно же, помешать и сбить. Но клан... Кланы Бэт Энджелс и Эквилибриум. Хотя нет, здесь Бэт Энджелс в основном. Они пока, в принципе, спокойненько эту комнату держат. Вот Спорти опять зашел. Опять не мешает, мешает, конечно, нанести. Фусечка. Лига... Блин, Лига Монстар, господи. Лукьян здесь. Поставили тотем. Вот, к сожалению, непонятно, чей это тотем. Но, скорее всего, это тотем кого-то из красной команды. Потому что я не видел гном-хилов у клана Синдикат. Ну, может быть, конечно, они есть. Просто я не обратил внимания. Все, оба бафа опять принадлежат атакующим. Давайте смотреть, что у нас происходит непосредственно в Тронке. Ну, там уже по карте видно то, что в Тронке очень много игроков клана Синдикат. Да, они плотно держат лестницу. У них остается меньше пяти минут. И сейчас, конечно, скорее всего, они будут сейчас забрасывать все трупами. Потому что по карте видно, что красных здесь тоже точек очень много. А вы понимаете прекрасно, что это не Асада Адан. Здесь палатку воткнуть поближе к внутри замка нельзя. Поэтому как бы бежать всем падающим игрокам атакующей команд очень далеко. И как бы тут прям организовать сто человек против пятидесяти будет очень тяжело. Плюс еще не совсем понятно, что мы видим кучу синих ников. И только можно определить, как бы если они двигаются, то они живы. Вот уже видно, что здесь есть много трупов. Фузечка 10 убийств. Тень 40 убийств подряд. Так, Шуз настреливает. Очень много трупов. Игроки перестали вставать за красные. Непонятно, трупы это либо атакующих, либо броняющихся. Ну, нужен, конечно, очень сильный мув, то есть регрупп. И прям нужно входить, чтобы сто человек. Вот тут видно, что они регруппаются по карте. Так, странно. А что происходит? А происходит что-то неведомое мне лично. Почему-то кланы остановились. Либо это такой прям очень-очень большой регрупп. Так, да, видно, бафаются. Вот СВС и кастанули свои сонги. И сейчас, скорее всего, будет, как бы, прорыв финальный. Потому что остается меньше трех минут. Да, все, на себя наложили некоторые игроки морозную броню. И основная цель, конечно, им сейчас продавить. Просто вынести из тронки. Даже, вот видите, я не могу сюда переместиться планшетом, камерой. Поэтому просто переключусь на тронку. Ну, как бы, хорошо, что такая возможность есть у этой игры. И тут, конечно, все в тормозах. Очень диких. Надеюсь, меня не кританет. Но основная цель, конечно, сейчас к какому-то КЛу забежать. Потому что остается меньше трех минут. И нужно прям вот встать и начать кастовать. Ну, игроки в синдикат клана очень плотно стоят на лестнице. Опять, конечно, все в зонах. Ну, куда же без них. И не дают, не дают они протиснуться. Меньше двух минут осталось. Так. Нет, не получилось добежать к КЛу ни из каких из атакующих команд. В это время синдикат успел забрать один из бафов. Ну, понятное дело то, что основной был регрупп по центру. Мув был на в тронку. И никто не мешал забирать. Ну, и скорее всего, ничего второй нет. Все-таки не дали им сбил тот и второй верхний баф. Остается у нас минута с копейками. Так, по красным точкам мы видим опять регрупп. И будет ли финальный какой-то мув. Да, через ворота проходят. Очень все сильно тормозит. Так. О. Пытаются, пытаются они продавить с одной из сторон. Опять все в зонах. И у нас остается здесь буквально 30 секунд. Остается у нас все меньше и меньше времени. Судя по красным точкам, тяжело, конечно, атакующим. Их выбили опять из тронки. И, собственно говоря, уже, в принципе, все. Потому что на каст уже времени не будет. Ну что ж, поздравляем, мои кланы. Синдикат с успешным бдфом замка. Давайте посмотрим статистику. Так, термояд 115 убийств. Шир 92. Аякс 92. Так. Неадекват 67. Фусечка 154. Медалик 135. Лига Монстар 83. Анлимит 91. Тип Си Крафт. Господи, 109. Ни о чем 176. Но 30 смертей. Угла Некса 62 на 51. Ана Крон. Это, по-моему, Хавк. 186. Посмотрим мы клан Вильябриум. Так. Тут у нас... Ну, в основном, конечно, смерти. Так. Ну, вот у нас тут товарищ из Крузов 90 килов сделал. Фигрим 45 на 25. Оп. И все. И дальше он не дало уже посмотреть. Ну, что ж. На этом, скорее всего, наверное, все. В принципе, тут у нас все осталось как прежнее. Айрон Вульф, Монквейк. Остали сидеть на Геране и, соответственно, Дионе. И клан Синдикат остался на Глудио. Все. Спасибо за внимание. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.